Друзья, всем здарова! С вами проект Ferrum.com, я Сергей Шихайлов, и еще раз поздравляю вас с наступившим 2020 годом, и желаю вам очень кратко всего самого хорошего. Пусть мысли... мысли... мечты сбываются, мысли будут чистыми, и в семейном кругу все будет хорошо. И как мы по традиции всегда все делаем, вот в новогодней обстановке, вместе с Си-Си-Сяо мы берем чашечку, чайку, водички, молока, кто-то там напитки покрепче предпочитает, запасаемся по желанию печенюшками, если не печенюшками, какими-то сырными палочками, там наггетсами, чем угодно. Поэтому усаживаемся поудобнее и слушаем ненапряжный ля-ля тополя Сережи, потому что видосы у нас новостные без сценария, потому что на этом канале, в принципе, все у нас по сценарию, за исключением новостей и видеоблога. Собственно, у нас сегодня подборка новостей Бомба-ракета, потому что у нас сегодня и про... давайте назовем это сексуальные меньшинства будет, и про супергероев, и про Самсунг, и про Китай, и про Эппл, куда же без них? Поехали! Первая новостя у нас посвящена сразу нескольким темам из озвученных мною, и крутится она вокруг супергеройских фильмов от Марвел, где у нас и Человеки-пауки, и Железные Человеки, и Халки, и вот создатели фильмов подумали, что очень сильно не хватает вот в этом, на самом деле, огромном перечне различных супергероев, супергероя трансгендера. Вот я вам сейчас это сказал, а вы вот берите и отживите теперь с этим, потому что я тоже, когда эту новость впервые увидел, я подумал, ну как бы, а что же вас, ребята, толкнуло на создание подобного персонажа? С другой стороны, я понимаю, что на Западе, давайте так будем говорить, тема однополых браков и так далее, она воспринимается абсолютно нормально, да, то есть у нас нормально там в лесу под елочку сходить, да, ну это же лес, ну ты как бы никому, это не парковая зона, это не одно и то же, вот, и ты там как бы, ну белочки, ты плохо не сделаешь, а от тебя вот прям, ну вот надо, ты умираешь, ок, у них это вульгарно, зато вот однополые браки и вот это вот всё, терпимость к этому всему, вот у них это как бы в плане нормы. Хорошо, я своё мнение никому не довязываю, меня не трогают, я не трогаю, ок, но нахрена вы снимаете фильмы про супергероев, которые, ну скажем, ну вот в наших краях не такие, как все. Нас ожидает фильм с супергероем-трансгендером, нас ожидает фильм с супергероем-гомосексуалистом и так далее и тому подобное, то есть как минимум две или три ленты подобного характера выйдут в 20-м, 21-м и возможно дальше годах, вот, и комментарии от, давайте мы назовём пару фамилий, Кевина Фейджа, который является главой Marvel Studios, от, дальше уже будет сложно мне найти в тексте конкретных людей, не будем сейчас упираться дальше в фамилии, ну вот, допустим, вот основное, главное лицо, да, компании и его единомышленники таким образом хотят, чтобы каждый из зрителей продуктов от Marvel мог в числе супергероев найти кого-то хоть чуть-чуть похожего на себя, то есть сделать этих самых героев чуть ближе к народу. С одной стороны, наверное, это классно, где-то там, очень далеко, как это в наших краях будет смотреться, я понятия не имею, если я просто представляю, как мы с сыном моим шестилетним пошли в кино, вместе с папой посмотреть, как супел Гилой и там дулутся, как он пока у меня говорит иногда, да, но мы его учим, чтобы он же красивенько говорил, вот, и мы, значит, пошли на супел Гилой, а там какая-то, я не знаю, кровавая пчела, и это мужик, вот, целуется с, допустим, в какой-то очень романтической сцене, с, я не знаю, стальным сапогом, и сынуля у папы спросит, папа, а почему этот супергерой, вот, как-то вот, он того супергероя, и они мужики? Я не знаю, к чему я буду отвечать, возможно, я неправильно на это все смотрю, и, возможно, таким образом мы, как бы, сильнее движемся на запад, но я как-то этому движению рад не особо сильно. Тем не менее, нас такие фильмы ждут, так что теперь будьте очень осторожны, если вы захотите, скажем так, попробовать для себя что-то свеженькое из вселенной Марвел, и уж тем более, теперь надо самому хотя бы трейлеры и разборы от каких-то блогеров посмотреть, нежели брать с собой в кино ребенка, допустим, или с женой, или с мужиками под пивко посмотреть на вечернем показе, вот, надо страховаться наперед. Вот, живите теперь опять-таки с этим, и теперь вопрос на засыпку. Какими суперспособностями, по вашему мнению, будут обладать новые супергерои? Пишите об этом в комментариях. Следующая новость у нас будет про компанию Apple. Как вы знаете, по-моему, года три назад, если я ничего не путаю сейчас, компания Apple перешла на создание... О, так у меня сейчас телега будет пикать. Понеслось, да, спасибо. Беззвучку ты хочешь, дорогой мой человек, и я это, конечно же, делаю. Вот, значит, собственно, компания Apple где-то три года назад отказалась от услуг других компаний по производству графики для своих смартфонов. То есть, они сами разрабатывали видеоускорители для своих смартфонов. Вот, они начали это делать три года назад, и первыми такими смартфонами стали iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, он же X для кого-то из вас. Я так думаю, кто-то его так называет. Вот, значит, собственно... И, как бы, вроде бы у них всё получалось. Они вот и Apple Arcade запустили игровую платформу. И, в принципе, всегда на iPhone'ах, пускай не на ультра-супер-пупер графике, вообще с максимальными абсолютными эффектами игры шли прям на старых устройствах. Но я чётко помню, что, я не знаю, вот из очень старья, из примера, у меня самый первый iPhone был. И это была реально игровая платформа. Там были очень красивые игрушки, такая, как на Windows Mobile, на Symbian тоже шо-то было, но на Яблоке было однозначно красивее. Сейчас это всё у нас уже переросло, как я уже сказал, в Apple Arcade. В принципе, многие производители пытаются игрушек, софта, в первую очередь адаптировать свои продукты вот под платформу от Apple, чтобы же там и более платёжноспособная аудитория. И вообще, и вообще, вот давайте мы будем толкать всё туда. И вроде бы, как работает, вроде бы всё нормально. Но три года назад в iPhone'ах были видеоускорители от Imagine Technologies, которые, собственно, производят видеоускорители PowerVR. Более того, PowerVR вы могли видеть не только в стареньких iPhone'ах, скажем так, ну, например, там, в iPhone 6s, допустим, скажем, да, эти видеоускорители были и в Android-смартфонах, и очень-очень во многих Android-смартфонах, в частности, которые базировались, были построены на процессорах от Texas Instruments, они же T.O.Map, вот, и там была графика от PowerVR. В общем, это была относительно популярная такая платформа. Если мы копнём прямо вот лет так на 7-8 назад, да, допустим, то там мы встретим очень много гаджетов на подобном железе. Но со временем как-то ориентиры этой компании, естественно, были сдвинуты в сторону Apple'а, а три года назад Apple решили отказаться от услуг Imagine Technologies и начали клепать чипы самостоятельно. В результате, вот, акции Imagine Technologies упали очень сильно, они там чуть ли не банкротными стали, и их начали, собственно, потихонечку скупать. Если я сейчас не ошибаюсь, то купил их фонд Canyon Bridge Capital Partners за 725 миллионов долларов. И как бы чё-то ж компания дальше существовала, развивалась. И тут им опять постучались в дверь яблочники и сказали, ребята, а нам опять нужны ваши услуги, мы хотим вот у вас использовать ваши патенты, технологии и так далее, и тому подобное. И, естественно, ребята согласились, потому что Apple это бабло. Зачем это было сделано, пока никто не знает, но, скорее всего, после трёх лет разработки, после попыток развивать это всё абсолютно самостоятельно, Apple вряд ли откажется от уже скопившихся наработок, давайте скажем так, от имеющихся результатов, и опять перейдёт на PowerVR. Но, возможно, опять-таки, какие-то супер дешёвые айфоны или новый вид устройств от Apple у нас появятся, и, возможно, там будут использоваться вот эти самые чипы от PowerVR, чипы PowerVR от Imagine Technologies. Либо же Apple и дальше будет пытаться втолкнуться, вломиться в мир мобильного гейминга ещё сильнее, чтобы их платформа была прям вообще супер-упер популярной. А в комментариях напишите, какие контракты относительно недавно заключили вы и за сколько бы вы купили Imagine Technologies. А мы переходим к следующей новости. И следующая новость у нас касается свежепредставленных Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. При этом я не совсем понимаю, почему они Lite. Амолед по характеристикам. Очень кратко. Оба смартфона у нас получат 6,7-дюймовый Амолед матрицы, то есть экранчики, да, и там и там у нас будет вылез с единичной камерой прям в экране, прям по центру, как в 10-м ноуте. Естественно, сканер пальца у нас будет под экраном. Естественно, это же Амолед. Цвета дикие, ваши любимые. Разрешение 2400 на 1080 пикселей, то есть плотность пикселей адекватна. И фронталка, которая будет врезана в экран, у нас получит сенсор на 32 мегапикселя. С тыла у нас будет по 3 камеры, но у каждого смартфона они условно свои. Потому что в Galaxy S10 у нас будет основной широкоугольный модуль на 48 мегапикселей. Плюс там будет 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный макросенсор для съемок прям очень ближнего плана. Там монетку сфоткать, жучка сфоткать. На самом деле я считаю самый бесполезный модуль, но окей. Тогда как в Galaxy Note у нас будет и сверхширокоугольный, и основной модуль на 12 мегапикселей. И опять-таки еще один 12-мегапиксельный модуль, но уже телефото. И там, и там нам обещают стабилизацию. В Galaxy S10 у нас будет сверхохренительная оптическая стабилизация, которая называется Super Steady OIS. Вроде правильно даже прочитал. Что интересно, естественно в Galaxy Note 10 будет супер-пупер плюшка в Galaxy Note 10 Lite. Это, конечно же, фирменный стилус, что, я думаю, очень многих порадует, потому что это все-таки же Lite-версия, будет дешевле, чем супер-пупер их флагман. Естественно, цену я сейчас тоже назову. Но стилус есть, уже хорошо. И при этом стилус будет, как и в старшем брате, позволять там слайды листать и так далее. То есть будет поддерживать еще и жесты. Несомненно, хорошо. А по железу тут будет все немного сложнее. Потому что в Galaxy S10 Lite будет Snapdragon 855 установленный. Я не понимаю, при каких раскладах этот смартфон может Lite-ом называться. Потому что в моем личном рейтинге процессоров 855-й Snap, он чуть выше аналогичного, как бы, Exynos по производительности. Напоминаю, что в старшем S10 у нас Exynos. В S10 Lite у нас будет, как я уже сказал, 855-й Snapdragon. А в Mi Note, хотел сказать, Galaxy Note 10 Lite у нас будет Exynos 9810. Вот такие помидоры. И там, и там есть опции 8 гиг оперативы, либо 6 гиг оперативы. Плюс памяти 128 гиг постоянной, плюс возможность подключения карточки памяти. И там, и там это дело есть. И там, и там у нас будет аккумулятор на 4500 мАч. Цена для России Galaxy S10 Lite 580 евро. Для Galaxy Note 10 Lite 650 евро. Esco Lite 580, Note Lite 650 евро. Я считаю более чем адекватно. Я думаю, для Украины и для нашего региона цены будут плюс-минус такими же. Вы за 580 евро получаете охренительный прос. Большой аккум, ваш любимый AMOLED. Вот, с вашей любимой, типа же, адекватной точечкой камеры. Как бы камерой неплохой. Скорее всего, это все-таки Samsung. Да и основной блок камер тоже будет очень даже хорош. По оперативе и по постоянке нас тоже особо никто не ущемлял. То есть, ну, реально это будут крутые устройства с адекватной ценой. Кто-то скажет, Сережа, 680 евро, это ни хрена, ни 5 копеек за это. Я не знаю, там, блин, полбака в автомобиле ты... Нет, ты что-то неправильно сказал. Это не те деньги, за которые ты полбака в автомобиле заправишь. Я с вами полностью согласен. Просто на 400%. Но я вам напомню, сколько на старте стоили S10 простой, S10 Plus и Note 10. Они стоили до черта. От Note, по-моему, там где-то 1100 баксов или 1200 баксов в украинских реалиях начинал вот с этих ценников плавать на рынке нашим местным. Я считаю, что официальная цена в 580 евро за S-ку это бомба ракета. Конечно, там наверняка всплывут какие-то подводные камни. И даже на рендерах видно, что там все же рамочный скорее, чем безрамочный экран. Но не все потеряно. Есть надежда, что труба все-таки будет классной. Что одна, что другая. Но я голосую за S-ку. И последняя новость у нас посвящена китайскому производителю нашей народной любови. У каждого вот прям в хате должен быть гаджет от этой компании. И, конечно же, я про Xiaomi, которые в особой экономической зоне Пекина запустили новый завод. При этом сделали это вечером 31-го, 12-го, 2019-го года. Прям затестили, запустили. Вроде работает. Значит, завод у них будет нацелен на производство флагманских смартфонов Xiaomi, естественно. И первой моделью, которая пойдет на конвейер массово, это будет Mi 9 Pro 5G. То есть, ну, как бы ок. Почему бы и нет. Ну и помимо того, эта линия выпуска, скажем так, будет нацелена и на производство прототипов. Для их отдела, который занимается тестированием. Там работа и над прошивкой, над багами, над всем вот этим вот. В общем, бесполезный абсолютно отдел, потому что багов у Xiaomi, в принципе, всегда хватало. Не об этом сегодня. Значит, собственно, запустили они конвейер. И основной инфоповод заключается в том, что если завод будет пахать на максимальную мощность, он будет рожать на свет божий 60 смартфонов в минуту. Это говорит о том, что теперь каждый желающий может не стоять в очереди не только за каким-то там Redmi 8 или Redmi 7A, но теперь, как бы, при желании Xiaomi сможет обеспечить, чтобы тот же Mi 9 Pro 5G был в ассортименте не только каждой крупной сети там мобильных телефонов, но и продавался и в переходе, и в чебуречной, и в рюмошной, и где угодно. Это хорошо. Вот, все шутили над тем, что Xiaomi это конвейер. В каждой шутке есть доля шутки. Кстати, как заявляет сама компания, вот такой вот показатель 60 смартфонов в минуту, блин, как же это до черта, это на 60% больше смартфонов в минуту, чем им позволял их предыдущий какой-то там завод среднестатистический. Все будет Xiaomi. На этой радостной ноте мы данный выпуск будем заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. Еще раз всех с минувшими и наступающими праздниками. Проявляйте активность в комментариях. Нам от этого на душе прямо очень приятно. Подписывайтесь на наши социальные сети. Что еще? Делитесь этим роликом со своими друзьями. Пусть у вас просто все будет хорошо. С вами были Сергей Шихайлов, проект Firm.com. Си-си-сяо и пока-пока.